Для того, чтобы молоко приобрело малиновый цвет, добавляем небольшое количество индикатора. Перемешиваем. Как мы видим, молоко приобретает малиновый цвет. А давайте теперь вернем цвет обратно. Добавляем волшебную водичку. Это один из 23 экспериментов, проведенных учениками школы Силата Шкинова. Теперь ребятам доступны десятки химических опытов, которые они смогут выполнять в любое время. Благодаря победе в проекте школьного инициативного бюджетирования закуплено все необходимое оборудование. Идея создания лаборатории «Это интересно» пришла Кристине Михайловой в прошлом году. Команда расписала цели, составила смету и спустя несколько месяцев получила средства из бюджета. Дети больше времени проводят в виртуальном мире. И вот чтобы их как-то вовлечь в более интересную жизнь, мы решили сделать интерактивную лабораторию «Это интересно». Чтобы дети проявляли себя через опыты и эксперименты. Поначалу было очень тяжело, когда ты один горишь желанием. И только тогда, когда ко мне присоединились мои одношкольники, одноклассники, стало намного проще, потому что у нас горели глаза от желания, мы действительно этого хотели. Эксперименты с химическими веществами, температурой воды и красками доступны всем. Даже те, кто еще не изучает естественные науки, могут проделать опыты самостоятельно. Благодаря необычному формату детям будет легче понять сложные научные процессы. Это такой толчок, я не побоюсь сказать этого слова, к тому, чтобы у детей проснулось желание узнать, самому попробовать. И самое интересное, я считаю, что здесь дети могут использовать и пробовать эти эксперименты не только в школе, но также с родителями. Ингредиенты, которые использовали наши дети сегодня непосредственно в своих экспериментах, это домашние, те, которые мы используем в кухне. Это сода, это с аптечки перекись. Материалы закуплены в больших количествах, а значит, один и тот же опыт можно провести несколько раз. Приобрели современное техническое оборудование, 3D-принтеры и очки виртуальной реальности. С помощью очков виртуальной реальности буквально можно погрузиться в другие миры или попасть в любое место на Земле. Например, сейчас, надев устройство, я попаду в медицинскую лабораторию. Лабораторией можно воспользоваться в любом месте, так как она передвижная. После капитального ремонта в школе села Ташкинова появился Центр детских инициатив. Команда проекта считает, что именно этот кабинет станет самым подходящим местом для лаборатории. Ученики будут собираться здесь, чтобы обсуждать и новые идеи. Ведь, как показала практика, успех проектов зависит от самих детей. Этот проект ваш. Это ваши идеи. Самое главное, чтобы этот проект вы же сами и реализовали. Конечно, при помощи ваших наставников, ваших учителей. Непосредственно в вашей школе мы видим, что это интерактивная мобильная лаборатория, которую вы сможете использовать. Обязательно ее используйте. Возможности этого оборудования вы должны понять. Они должны быть вам полезны. Самое главное, они должны быть вам интересны. На школьной стене также появилась доска отзывов. Все те, кто уже провел опыты или просто наблюдал за ними, могут поделиться впечатлениями. А в перспективе ученики будут записывать на ней алгоритмы новых экспериментов. Ведь на открытии лаборатории они увидели только малую часть всех возможных испытаний. Карина Анисимова, Никита Вебриков. Время новостей.